Вот он, знаменитый Герлицер-парк, или Герли, как его любят называть берлинцы. Вот уже несколько лет назад он превратился в зону торговли наркотиками. За пределами Берлина его считают чуть ли не самым опасным местом немецкой столицы. Такие сцены в Герлицер-парке не редкость. Берлинские власти уже несколько лет назад пытаются решить здесь проблему открытой торговли наркотиками. Два года назад христианские демократы объявили парк в Кройсберге зоной нулевой толерантности. До этого владение небольшим количеством марихуаны оставалось фактически безнаказанным. Поэтому дилеры никогда не носят большое количество наркотиков с собой, а прячут их в кустах в маленьких пакетиках. Интересно, что думают о проблеме дилеров в берлинской полиции. Немецкие журналисты, а также политики-консерваторы часто критикуют ее за бездействие. При этом количество полицейских облав в Берлине в последние годы резко увеличилось. Но был ли результат? Мы встречаем сотрудника берлинской полиции Томаса Нойндорфа. Он сам несколько раз принимал участие в спецоперациях в Герлицер-парке. По его словам, количество жалоб со стороны жителей сократилось. Но дилеры как были, так и остались. У нас действительно были большие проблемы. Дилеры донимали посетителей парка, которые приходили туда погулять. На каждом шагу им предлагали купить наркотики. Было зарегистрировано большое количество краж. Были случаи грабежей с применением насилия. Это заставило нас принять усиленные меры по охране Герлицер-парка. С тех пор мы проводим облавы и контролируем подозреваемых, чтобы не упускать из вида наркоторговлю. Давайте проверим, не пусты ли это слова. Насколько хорошо работает берлинская полиция. Мы находимся в Герлицер-парке. Сейчас мы узнаем, насколько легко здесь можно приобрести марихуану. Мой коллега, он не захотел разглашать своего настоящего имени. Согласился принять участие в нашем эксперименте. Вот, держи тебе 10 евро. Мы снимаем скрытой камерой. Купить траву оказалось действительно не так сложно. Как только мы подошли к устам, появились дилеры. За один грамм марихуаны они взяли с нас 10 евро. Для нашего статиста эксперимент закончился неудачей. Как оказалось, в этот день в парке дежурили полицейские в Гражданском. Они видели, как наш статист покупал марихуану. К сожалению, наш приятель был сейчас задержан. И сотрудники полиции, правоохранительные органы будут вынуждены записать его данные. И, возможно, даже оштрафовать. Вот так. По мнению зеленых, проблему Гюляцер парка могли бы решить кофешопы по контролируемой продаже марихуаны. Примерно как в Нидерландах. По статистике, каждый десятый житель Берлина курит траву. Легализация марихуаны помогла бы решить проблему черного рынка. Надеются сторонники этой идеи. Кофешопов в Берлине пока нет. Но зато здесь есть единственный в своем роде магазин, в котором все товары из конопли. А к вам заходят люди, которые хотят купить траву? Такое случается каждый день. Их привлекает фасад нашего магазина с изображением конопли. Многие думают, что у нас кофешоп. Когда я говорю, что у нас только легальные товары из конопли, они не верят. Спрашивают, не храню ли я траву под столом или в сладском помещении. В них часто приходится разочаровывать. В таких случаях Винфрид предлагает покупателям табак с запахом марихуаны. В этом магазине действительно все, абсолютно все из конопли. Косметика, продукты питания и даже одежда. Дом конопли пользуется большой популярностью не только у жителей Кротберга. Открылся он четверть века назад. Стоит ли разрешать потребление марихуаны ради удовольствия? Я считаю, что в легализации марихуаны есть свой резон. Конечно, ее нельзя продавать несовершеннолетним. Я поддерживаю идею кофешопов, где можно было бы приобрести лицензионную качественную марихуану. Это помогло бы лучше контролировать ситуацию с ее продажей. Запреты же ничего не дают. Марихуану курили и будут курить, несмотря на закон. В нем нет смысла. Одно время ситуация в Геллицер-парке была настолько серьезной, что некоторые жители переехали из Кротберга в более спокойные районы Берлина. Был даже случай, когда малыш нашел кокаин в песочнице. После этого родители перестали водить своих детей на прогулки в парк. Но и усиление полицейского контроля далеко не всем по душе. Вообще-то, дилерам тоже нужно как-то выживать. Я не являюсь сторонником всех наркотиков. Если они продают только марихуану, то я отношусь к этому спокойно. Совсем другое дело, если речь о кокаине или героине. Меня удивляет, что в Берлине до сих пор нет кофешопов. Я знаю, что зеленые планировали уже давно сделать это. Не понимаю, почему это до сих пор не произошло. Берлин – город открытый миру. Марихуану давно пора легализовать. Я каждый день употребляю марихуану. Было бы неплохо ее легализовать. Запретами ничего не решить. А что касается парка, мне кажется, он потерял свой прежний шарм. Два года назад он был более многонациональным. Ну да, он стал чище, но в присутствии полицейских стало сложнее наслаждаться его свободным духом. Идиллия города свободного духа здесь соседствует с криминалом. С дилерами многие берлинцы смирились. Те же, кто недоволен, обходят герли стороной. Оксана Евдокимова, Илья Левентов, Александра Гуркова, РТФОД, Берлин.